пока занимался девяткой вынес водички чуть ее помыть и блин и блин уронил телефон в воду samsung пал жертвой ремонта девятки сегодня перед вами samsung galaxy a 50 и я его утопил топлю его уже не первый раз первый раз я утопил его и в принципе все обошлось а вот в этот раз он пробыл в воде более 10 секунд мне не удалось удостать моментально и в итоге он работает даже заряжается но отказал сенсор что на меня в течение двух дней лежал и в рисе и в соли а также в шариках которые предназначены для всасывания влаги их обычно ложат в коробке с электроникой в общем пролежал ничего не помогло сенсор по-прежнему не работает я планирую сделать сейчас мы разберем и почистим скорее всего либо окислились контакты либо где-то еще присутствует влага будем его разбирать и смотреть что с ним максимум что моих силах то есть человек который не разбирается в электронике особо то есть я не способен заменить чип или еще что-то перепаять у меня и оборудование нет поэтому наша задача только почистить шлейф и все контакты самая основная проблема состоит в том что нам необходимо открыть крышку то есть отклеить ее на на клею и дело в том что мне нет оборудования есть только фен для волос а как известно нужно крышку примерно до 70 градусов хотя бы нагреть чтобы клей отошел без проблем итак несколько рекомендаций во первых там где мы достали сим-карту самое простое место где можно подцепиться под крышку я сделал это ногтем после нагрева затем засовываем карточку и лучше это делать сверху где камера потому что внизу есть шлейф антенна их можно повредить так что лучше сверху вниз открывать крышку итак крышечку сняли что мы здесь видим здесь был двухсторонний скотч не клей двухсторонний скотч здесь тоже его придется нам убрать влагостойкой защиты здесь никакой нет так что к вопросу если кто-то думает что а 50 или подобные модели с влагозащитой то нет они водопроницаемые вполне крышечка слегка мокрая сколько бы я не сушил я говорил что стоит открывать крышку сверху почему потому что снизу идут шлейфы которые легко можно повредить карточ даже пластиковый то есть сейчас мы сделали то что больше всего меня пугало это снятие крышки опыта у меня нет еще раз повторяюсь поэтому это может сделать каждый если подойти к этому аккуратно фен кстати справился еще крышка очень очень хлипкая пластик очень тонкий и поэтому легко сломать поэтому аккуратненько никуда не спеша снимаем ее у меня это удалось даже не повредил нигде сейчас аккуратно окручиваем все шурупы которые в зоне видимости по периметру и внутрь злука долбаса вырезать так и теперь снимаем шлейф первый и второй как видите на шлейфе видно либо это перегорела дорожка либо окисл если перегорела то все плохо и печально прежде чем начнем очищать с помощью спирта телефон необходимо отсоединить аккумулятор итак для начала я протер шлейф и их контакты также и здесь с помощью спирта все остальное я пока что не делал сейчас я проверю как он работает или нет и тогда продолжим кстати как запускать значит берем и замыкаем два контакта крайних вот они замыкаем держим телефон включится в общем дальнейшая суть включил телефон он не заработал точнее не заработал сенсор естественно я решил сделать такой план жду некоторое время может быть он просохнет возможно вода затекла именно под шлейф самого экрана и естественно там разбирать не хотелось бы и я был прав спустя некоторое время все заработало ну и теперь давайте до конца все-таки дочистим смартфон чтобы в принципе тавла которая здесь могла остаться или окислы до конца не губили контакты или контактная группа и так чтобы открутить нижнюю панельку давать сами заново отключим питание заново вытащим шлейф и отключаем провод теперь отключаем шлейф который идентифицирует палец точнее отпечаток пальца здесь же он крепится на два болтика точнее винтика вот эти два винта сейчас открутим их и посмотрим как же выглядит этот элемент и так мне даже самому интересно как же выглядит элемент идентификации отпечатка пальца вообще эта система идентификации очень удивила меня тем что она находится под сенсором то есть здесь вполне рабочий сенсор а здесь само устройство очень интересно реализовано наконец я сделал то что хотел хотел показать вам и посмотреть сам как это устроено вот так вот все просто с помощью какой-либо пластиковой карты я это делаю с помощью ногтя потому что боюсь повредить что-либо здесь даже пластиковой картой здесь достаточно панель сильно была приклеена я ее уже снимал поэтому меня все просто у вас может быть посложнее значит совет сразу с нескольких сторон и поддевать одновременно чтобы не поломать и как видим красный индикатор свидетельствует о заливе водой итак продолжаем очистку спиртом я это делаю кстати говоря обычный асепталин то есть спирт из аптеки теперь нам нужно почистить верхнюю плату то есть верхнюю часть управления также соединяем проводки откручиваем один винтик и здесь она без труда должна выниматься то есть она здесь даже не приклеена ну здесь в принципе все чистенько возможно сюда вода не добралась я не вижу здесь никаких следов вообще залить и что очень хорошо но красный индикатор присутствует и здесь все равно лишним не будет почистить ее сначала соединим камеру вот такая у нас фронтальная камера от a50 маленькая но хорошая неплохая так скажем будете здесь работать спиртом то есть прочищать верхнюю плату обязательно нужно заклеить камеры на них ничего не должно попасть хочу подвести небольшой итог здесь есть некоторые вещи с которыми я вряд ли справился бы во первых это пайка хотя это вопрос острый может быть правился но слава богу не пришлось также вот я уже подготовил паяльник флюс и так далее чтобы пробовать паять шлейф как я уже говорил выше опыта мне в этом нет и для меня это было страшно во вторых если бы вода затекла далее под шлейф на матрицу в этом случае дисплея отклеивать я не стал бы потому что там очень много проблем прежде чем мы начнем все закручивать и собирать обратно проверяем работает ли все исправно абсолютно весь функционал и затем собираем в общем симки определились прекрасно все заработало сразу миллион сообщений телефон был два дня вне сети все все работает так ребят хожу с телефоном вот в таком вот виде потому что нужно было все протестировать плюс внизу плохо работал сенсор все работало хорошо внизу плоховато значит ситуацию поправил тем что просто получше почистил шлейф и то есть ничего припаивать не пришлось все таки слава богу сейчас все хорошо работает замечательно без нареканий сейчас соберем его полностью то есть закрутим все винты приклеим крышку специальный клей купил и все будет good грубо говоря мне повезло что проблема не ушла в более глубокое состояние и мне не придется менять полностью модуль потому что такой вот ситуация быть может так что не заливать свои 50 и потому что они легко могут выйти из строя а если уж и залили то делайте все по моей инструкции и делать это быстрее не давать телефону лежать с влагой внутри и так для приклейки крышки к смартфону у меня есть клей t7000 это клей герметик черного цвета который застывает течение 24 часа 48 часов здесь вот такая иголочка чтобы он не засыхал в общем сейчас смотрите как это будет выглядеть для начала обезжириваем все поверхности как на смартфоне так и на крышке по краю берем клей t7000 и тонким слоем наносим на поверхность смартфона теперь ждем одну две минуты и затем приклеиваем крышку ну что ж мы все собрали и приклеили теперь данный клей t7000 сохнет примерно 48 часов можно немножечко это ускорить точнее этот процесс используя финн то есть немножечко подогрев что позволит ему лучше схватиться также нам нужно положить сюда какое-либо утяжеление то есть вес можно пару книг к примеру в общем план сейчас подогреваем чуть феном проходимся немножечко по краю чтобы придавить затем вложим пару книг и ждем около 24 часов ну и все теперь берем пару книжечек кладем сверху можно даже 34 и забываем про смартфон на сутки и так спустя некоторое время моем случае 24 часа я ждал ну то есть спустя примерно сутки поднимаем книжечки и наше дело выполнено смартфон спасен крышечка на месте никаких следов ремонта я не оставил все хорошо все четенько все красиво все прекрасно работает никаких проблем не делитесь комментариях своими случаями как вы заливали свои смартфоны какие и спасали ли вы их сами либо вынесли в сервисный центр всем спасибо подписывайтесь на канал доброго вам здоровья